Это то самое место, китайская беседка, где Андрей мне сделал предложение руки и сердца, стать его жилой. Сколько лет прошло? Это была ночь с 12 на 13 год. Это получается, можно сказать, 9 лет назад. Тут даже еще брусчатки не было, просто была грязь, тупо грязь, и беседка стояла. Не было парпетик, ни перил не было, ни брусчатки не было, ни нормальной лестницы не было, просто была грязь, новогодняя ночь. Фейерверки, мы, кстати, фейерверк запускали, вон там, оттуда. Прекрасный вид на город Пятигорск отсюда открывается. Да, вот весь город, такой маленький городок. А еще у нас двоюродная сестра, которая преподает английский онлайн. Собственно, сейчас у нее как раз идет урок, она обучает человека английскому языку. Кому нужно, обращайтесь. Дистанционное обучение английского имеет прекрасный, отличающийся от всех, от всех. У нее есть уникальное торговое предложение, она жила, сколько лет жила? 7 лет жила в Америке, у нее прекрасный разговор на английский. Так что пишите, мы скидем номерок. Сейчас мы идем на Орла, да, пойдем, Кать? Кать, на Орла идем? Да. А потом мы на канатке наверх, на Машук. Мы сейчас поснимали фотографии, видео для вас. Снимем, в общем, Орел. Здесь практически все фотографируются, когда приезжают в наш город. Вот такая местная достопримечательность. Классные фотографии здесь получаются. Вечернее время, на рассвете здесь как раз. Рассвет, небо обалденно. Сейчас она пасмурно затянута. Когда хорошая погода, прям фотография обалденнейшая получается. Тут Бештау и Машук. Сейчас пойдем по этой дороге наверх. Она как раз выходит на Айулу-Арфу. Оттуда мы пойдем на канатку и покажем Машук. А что-то хоть тут еще бы эту брусчатку не сделали. Это еще хоть какой-то тот вид первозданный. Да еще тут этот ходил Пушкин с Ерматовым. А вот дальше уже сделали дорожку. С ней очень много было проблем. Там все ругались, почему сделали. Ну, все хотели оставить именно такой первозданный вид. Но сейчас вот, да, вот такая дорожка. Ну, облагородили, но мне кажется, да, но все равно, мне кажется, когда изначально здесь все было, как в первом данном виде, было прикольнее. Сейчас мы идем на канатку. Выше, если посмотреть, находится Иолова-Арфа. А мы проходим через Академическую галерею. Во все времена ее использовали под разные цели. Сейчас в этом здании музей насекомых и экзотических бабочек, а также находится кафе. Пройдя пешком 15 минут, мы подошли к канатке. Вы подумайте, какая большая очередь, но она буквально на 20 минут, так как в вагончик помещается 20 человек, а весь путь занимает всего 3 минуты на вершину горы Машук. Вся протяженность маршрута составляет 994 метра, а сама канатная дорога имеет опоры только на конечных станциях. Также курсируют одновременно два вагона. При подъеме на гору открываются красоты Пятигорска и горы Биштау. Я рекомендую становиться по левую сторону вагончики, ближе к окну, так как открывается более лучший вид. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Когда мы поднялись, открывается очень красивый вид на город Пятигорск. Здесь же вы можете купить доску с краской и на ней написать свой город и сколько до него километров. Далее в конце видео будет фото этого места и вы также сможете прикрепить их на память. Гора Машук достояние не только Пятигорска, но и всей России. В 19 веке на ее склонах нашли источники минеральной воды пяти видов. У подожния Машука впоследствии открылись многочисленные санатории, в которых каждый желающий имеет возможность поправить свое здоровье. Смотровая площадка горы Машук – одно из самых популярных мест. Она дает отдыхающую возможность полюбоваться с высоты на окрестности города и посмотреть на гору Биштау. В ясную погоду хорошо виден Кавказский хребет и даже знаменитый Эльбрус. Предметом гордости пятигорчан является телевышка. Ее смело можно занести в книгу рекордов Гиннеса, как самую высокую из расположенных в Европе. Обязательно обойдите телевышку и вам откроется смотровая площадка на гору Биштау и другие горы. Мы спускаемся обратно и направляемся в ближайший ресторан в стороне провала. Редактор субтитров А.Семкин Все курортники и местные знают о секретном месте рядом с провалом, где можно бесплатно искупаться и подлечиться в сероводородной воде. Это так называемые бесстыжие или народные ванны, которые образовались из-за потоков минеральной воды, вытекающих из озера Провал. Бесстыжие ванны давно пользуются популярностью у пятигорчан, благодаря своим полезным свойствам и доступности. Ведь в отличие от санаторных минеральных вод, они абсолютно бесплатны для всех, поэтому они и получили название народные ванны. Бесстыжими их стали называть, потому что лет 200 назад здесь купались фактически галушом женщины и мужчины в перемешку. Так, вот эти львы. В 1998 году исполнилось 140 лет со дня открытия туннеля к Патерному озеру. И в городе решили божественно увидеть это событие. Но в начале пришлось подойти с отбилием. Голову береги. Да, все правило, я бы головой не сдавались. Это только с моим ростом ходить. На склоне Машука была обнаружена вертикальная 40-метровая пещера в виде воронки. На дне которой находится целое озеро. Оно оказалось довольно большим, в диаметре 15 метров, а глубиной 11 метров. Ввиду такого необычного расположения, водоем получил название «Провал», где мы собственно находимся. Здесь же были съемки фильма «12 стульев». Остап Бендер до сих пор стоит у входа в провал, с билетиком в руке в виде памятника, который был установлен в 2008 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы находимся в Цветнике, это Лермонтовская галерея. Здесь проходят каждый вечер бесплатные концерты местных групп для пятигорчан и курортников. Далее мы пошли гулять и дошли до Эммануэлевского парка. Мэри нет? Ну, приждя Мэри, по-моему. Здесь ничего не написано, где? Нет. А нету вот этого интерактивного здесь? Это полированная рука. Для чего я руку тут натирала? Надо потереть руку ей. Не знаю. Не знаю. Давай потихоньку. Кто, а что мечтает? Каждый покроет запрошу. Лермонтов, да? Или это поручик? Лермонтов, не кажется. Чувак, а ты кто? Он не отвечает. Сейчас вот этой рукой говорит, знать меня надо. Здесь такой же, это, наверное, карман. Вот перчатка вот тут начинается. В перчатках одетый. Хорошо сделали, кстати. Да, да мелочи, да, вылета. Ну что, пойдемте туда? Пойдемте. Усики у него какие-то. Там дальше нет больше. Да, посадим. Так, а здесь, получается, рельсы, которые раньше шли к провалу. То есть там они раньше проходили здесь, ну, изначально, очень давно. А потом, когда это все сейчас облагородили, где-то их нашли старинные эти, и сюда поставили как память к архитектуре, чтобы люди помнили, что здесь когда-то была дорога эта, и здесь проходил трамвай. Ну, прикольно, если честно. Классно сделано. Наши уже ушли. Очень хороший город Пятигласск. Нам он очень нравится. Прям, блин, круть. Жалко, что моря нет. Ну что, мы не сидим? Я думал, так подняться и к этому куда-то. Куда-то мы не перейдем? Я не знаю. Давайте, потому что я просто не ходил здесь. Это аккуратно. Ну, вот они, ясно. И туда они уходят. А когда-то, да, очень давно, когда еще была Первая мировая война, после Первой мировой, тут шла так дорога и туда, и по самому провалу. На самом деле, было бы круто, если бы они поеду сделали. Остановили бы, чтобы здесь нужно было их ходить. Мне кажется, по этой дорожке еще Лермутов ходил. Да? Ну вот по вот этой, кстати, вот еще... Ну да, да. О, а там что-то светит. Это какой-то тупик, что-нибудь еще. Да, это закрылся, где он не вернулся. Там что-то светится. Да, там даже падает. Ну и как. Это можно, там наверное, это. Может, только подможешь, что-то там. Нет? Странно. Может, у нее засыпали? Ого, высота. Метров пять, наверное. Голова закупилась. Глаза потемнело. Мы посусили, да? Да, главное не забыть. Халили, не присутся. Нет? Шикарнейший вид на город Патидорск. Какая антенна? О, сзади антенна с подсветной, кучку. Ну, в качестве так себе. Сейчас, послышь, на входу тут? О, сзади антенна с подсветной. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Меня не стали ждать, ушли Блин, я так хочу там десертик, а он же небось закрытый будет Ну да, уже 11 час Только, кстати, в городе личный кричак, они сейчас спать ложатся в 5 вечера Закрываются, просто большая часть каких-то работающих компаний Кафешки тут работают, нужно до 8 дней Раньше, кстати, от этого вообще ничего не было Это буквально недавно сделали тротуарную битку поставили Раньше этого не было Скалы какие-то, да, и тропинка обычная протоптанная Вот это вот, хорошо, что они не раздолбали Это вот, ну все, что осталось, не тронутое Вот так вот это раньше здесь все было Вот в таких камнях именно вот скалы не тронутые были так Потому что по детству бегали по этим скалам Мне кажется, мы все детство здесь на горе проводили, гуляли Вот еще кто-то высечил Вот здесь был Вася, да? Ну, за ножичком Какой-то берет Можно сказать, что он его напильником или зубином забивал В общем, продолжаем прогулку по этой тропинке Виды красивые Нам их очень в Москве не хватает Вообще, я очень люблю Пятигорск Он невероятный и красивущий Выходим на большую дорогу Кого? Кознячек Раздавлен? Нет, жеглобер, они наступили Куда пойдем? Ниже или на назад? Зелененький он был Ну, видишь, вот Ну, видишь, вот здесь Ну, видишь, вот здесь Мы направляемся в сторону дома По пути будем проходить цветник, городской загс и фонтаны В конце видео будут фотографии с горы Машук Это все живые розы Вообще, очень красиво смотрятся А это прям дерево Розы Дерево розы Вот такое Первый раз вижу Очень красиво Сделали, ну, просили все Все класс Это все розы белые Красные И там розовые Офигеть И такой запах прям Розы Все сделали нормально Красиво Сейчас сделали нормально, красиво Все сделали нормально А там еще была какая-то тропинка получается наверх или нет? Здесь, кстати, находится городской ЗАГС. Вот мы с Катей женились. В 2016 году? Да, в 2016 году. Обсюду мы выходили с этих парадных дверей. Заходите вон там со стороны родины, а выходите уже отсюда с колечком. И этот получается этот. Сейчас фотографируется здесь. Зона, фотозона. Вот сюда какой-то брачный. Вот оно сердечко цветочное. Неужели кто-то вообще на его фоне фоткается? Раньше его не было? Нет, конечно. И вот этого раньше такого благороженного не было. У нас есть еще фотки. Блин, найти бы их и вставить в видео. Когда здесь я тебя фотографировала. И здесь так не было. Все благорожено. Здесь были реально древние скалы, древние ступеньки. А сейчас такая красота. Тут просто была, не знаю, какая-то железная там... Черт и что вообще. Лестница там полуржавая. Кирилла черти какие. В зависимости от кинотеатра родины там был ночной клуб. Колизей. Колизей. Мне кажется, самый крутой был в городе. Самый классный. Подуманный. Колизей, ну, версия тоже был классный. Да. А сейчас вообще нет нового клуба в городе. Мы все накрыли. Остались только эти караоке. И спунтовые караоке. Угу. В караоке можно прийти и попить, как потом все возьмут. В клубе была офигенная атмосфера. Да. Это значит что? Это значит, надо нам открывать здесь свой ночной клуб в городе. Самый лучший клуб. Ну, да. Мы пришли в цветник. Как раз завтра у нас выходной. И послезавтра мы едем в горы. А сегодня как раз в воскресенье мы пришли в цветник. Перед кино мы решили пройтись прогуляться. И тут на улице показывают такое кино. Прям как в СССР. Вот так было. 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 Там же в 90-е все же было раздолблено. А вот это буквально 2-3 года назад отреставрировали все. Вверх-таки крутят. Ну, прикольно. И тут все курортники собираются, смотрят, отдыхают. Прикольно. Прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok